Подтягнуться на Белазе. Вытворца карьерных самозвалов почал выпускать вуличные тренажеры для развития координации и разных групп мышц. Разом с тягачами с конвера сходят 8 моделей спортивного инвентаря. И на устойливые до змены на дворе и оборонены от вандализма. Их вельми тяжко сапсовать. Те смогут в такие тренажеры конкурировать с фитнес-клубами и колены з'явятся у вашем дворе, ведая Александр Харовец. Кожную вольную хвилину Вольга Лунина присвячает фитнесу. Майстер спорту по бодибилдингу и пауэрлифтингу доброведа, как потребовать себя в выдатной спортивной форме с минимальными капиталоукладаниями. Тому распроцовцы вуличных тренажеров принимала непосредный удел. Тест-здрайв спортивного инвентаря проводили и работники предприемства. Сами инженеры приходили к нам для консультации, на какие группы мышц разрабатывают. То есть эффективно, неэффективно. Тренажеров, на самом деле, получилось достаточно много. То есть фактически задействованы все крупные мышечные группы. То есть это спина, ноги, грудная мышца, пресс. Ну, единственное, что нет, наверное, плеч. Вот и все. А так, в принципе, все достаточно логично и доступно. Тренажеры стояли возле завода управления на демонстрационной площадке. Любой желающий мог подойти, позаниматься на территории завода. Значит, здесь был ящик для предложений и замечаний. В общем, это все было учтено при дальнейшем разработке и корректировке документации. От первших чертежов до постановки тренажеров на конвейер инженерам спотребилось околепа угодом. Спортивный инвентарь не боится капризов на дворья и вандалов. А конструкция вытремливает вагу до 150 килограммов. Гарантейный термин службы – 5 годов. Сегодня у линейцы в уличных тренажеров 8 моделей. Они призначены для развития координации рухов и амаль у всех мышц тела человека. По словам распроцовщиков, когда до занятков спортом приходят так же отказно и регулярно, то аматоры активного лада життя будут такими же мощными и здоровыми, как и могутные тягачи, что выпускают на предприемстве. До конца года на заводе обязаются распроцовать и аж 6-7 моделей, что дозволит срабить нагрузку на тело максимально равномерно. В зависимости от сложности исполнения цена колеблется от 150 рублей до 500 рублей динаминированных. На настоящее время изготовлено 5 комплектов, состоящих из 8 моделей тренажеров. Реализованы из них 4, все они реализованы на территории города. Якость белазовских тренажеров першими оценили наведывальники молодежных от центра Жодина. По словах мясцовых же хоров, спортивный куток тут пустует только ночью и удождливое на дворе. Любой желающий может сюда прийти, это помогает развивать физическую подготовку. Был бы навес, было бы хорошо, а так вот дожди пройдут, все мокро, и заниматься не так удобно. Зараз конструкторы завода распроцовывают навес для тренажеров. В перспективе такие мобильные спортивные пляцовки повинны изъявиться у кожным дворы. Александр Хоровец и Дмитрий Гаркуша. Агентство Телиновин.